всем привет вы на канале industrial tool сегодня у нас будет разбор бюджетного шуруповерта makita ddt 156 z вот такой маленький коробочки он продается давайте вскроем внутри инструкция сертификат соответствия и рекламный буклет который говорит нам о том что в линейке lxt 200 более чем 270 инструментов на самом деле сегодня их намного больше также внутри у нас сам винтоверт винтоверт у нас 11 месяца 22 года выпуска и комплект еще есть вот такой пакетик внутри у нас здесь находится крючочек и винтик все артикулы вы будете видеть на экране поэтому из этого видео вы сможете научиться как его правильно разобрать как правильно собрать какую смазку использовать и также вы увидите артикулы каждой за отдельные запчасти и сможете ее заказать в любом сервисном центре makita либо в интернет магазинах нашей страны ну не только нашей в комплекте вот такой винт и вот такой крюк крепится он либо на эту сторону и сюда ворачивается винт либо на эту кому как удобно ну и давайте приступим к разборке для начала откроем электрическую часть и рассмотрим ее но для этого нам нужно снять корпус редуктора открутив вот эти четыре винта вот так выглядит винт так как инструмент абсолютно новый откручиваю все отверткой чтобы не повредить резьбу открутили и отсоединяем корпус редуктора от корпуса электрики отсоединили редуктор пока отложим в сторону будем дальше разбирать электрическую часть в таком положении мы сейчас можем извлечь вот эту шестерню кто-то скажет что мало смазки но если мы посмотрим то шестерня не сухая она влажная и смазки здесь столько сколько нужно далее разбираем корпус для этого нужно открутить нам 8 винтов открутили и теперь разделяем две половинки корпуса левая часть корпуса точнее правая корпус поставляется сразу с двумя половинками а также шестигранной контрагайкой и резиновым штифтом штифт снимается если вы его потеряете можно заказать отдельно но если вы закажете корпус штифт уже будет на нем как на левой части так и на правой также и гайки будут вот так выглядит сборка изнутри и извлекаем все внутренности а Вот так выглядит теперь левая часть корпуса. Теперь, чтобы аккуратно нам извлечь ротор, нужно ослабить щетки. Для этого нам необходимо приподнять кружинки. Здесь на щеткодержателе есть специальное место, вот такой пазик, куда его можно переместить аккуратненько. Вот так. И то же самое со второй. И щетки можно снять. Вот так. Изначально в новых шуруповертах здесь стоят щетки под номером 5. СБ-5. После снятия щеток можно спокойно отделить щеткодержатель от ротора. И теперь можно извлечь внутренний корпус редуктора. Просто потянув. Внутренний корпус редуктора поставляется в комплекте с подшипником. Подшипник стоит 6802. РЗ фирмы АУТДО. Теперь отделяем магнитную обойму от ротора. Вот так выглядит обойма. И вот таким образом выглядит ротор. Подшипники на роторе поставляются вместе с ротором. Оба подшипника от компании NMB. Задний 1650, а передний 1350. Поменьше. Также, когда мы разбирали корпус электрики возле выключателя, вот выпала у нас переключатель реверса. Теперь отделяем от выключателя щеткодержатель. Делается это просто. Здесь необходимо вот сюда чуть-чуть нажать. И тогда он спокойно клеммник отсоединится. Не нужно тянуть со всей силы. Щеткодержатель с этим артикулом поставляется вместе со щетками. Далее отделяем выключатель от клеммной колодки. Точно так же, как и в прошлом случае нажимаем вот здесь рычажок и все очень легко стягивается. Вот так выглядит клеммная колодка. И так же отдельным артикулом есть вот такая наклейка. Забыл, кстати, сказать, что на одной из части корпуса тоже имеется наклейка, у которой тоже имеется есть свой артикул. Вот здесь он и указан. Но в разных странах и на различных схемах артикул может быть разным. Иногда эти наклейки можно приобрести. Они существуют отдельно в продаже. Иногда их не бывает. В некоторых шуруповертах особенно в 171-х моделях в японских почему-то предохранители устанавливают. В наших версиях, которые на Россию идут европейские зачастую предохранителя нет. Такой предохранитель можно вставить в любой шуруповерт самостоятельно. как видите, он просто идет на разрыв плюсового провода красного. Артикул клеммника на экране. здесь стоит на 35 ампер обычный автомобильный предохранитель. Также выключатель поставляется сразу с подсветкой со светодиодиком вот таким маленьким. Отдельно он не снимается. выключатель от компании DeFond. Ну, как я уже сказал в начале ролика шуруповерт этот бюджетный, поэтому здесь используются как подшипники некоторые дешевые компании Outdo, так и дешевые выключатели компании DeFond. DeFond в основном используют DeVolt Milwaukee. Мне эта компания лично не нравится. Мне больше нравятся выключатели компании Amron японские. Но это мое личное мнение. Оно может отличаться от вашего. С электрикой разобрались. Переходим к механике. извлекаем ударный молот он здесь как бы не закреплен просто лежит внутри. Вот так он выглядит. Его можно разобрать. Сделаем мы это чуть попозже пока отложим. Теперь разберем патрон. Для удобства необходимо его поставить на какую-нибудь трубку. Вот так. теперь нам нужно снять вот это стопорное колечко. Придерживаем пальцем потому что может улететь и вы его не поймаете. Будете потом искать по всей комнате. Извлекли. Вот оно стопорное колечко. Далее идет шайбочка. пружина и сам патрон. На шпинделе мы можем наблюдать два маленьких металлических шарика. Тоже аккуратно их извлекаем. чтобы не потерять. и теперь мы можем снять шпиндель из корпуса. Вот так он выглядит. Внутри корпуса есть шайба. шайба тоже извлекаем. Шайба выглядит таким образом. Смазанная. А вот так выглядит корпус редуктора. Корпус редуктора идет уже в комплекте. Здесь внутри как видите есть резиновое колечко и втулка. И втулка. Поставляется он сразу вместе с ними в комплекте и в сборе. Со временем втулка изнашивается и шпиндель начинает болтаться. Это в принципе основной износ этой запчасти. теперь разбираем наш молот. Здесь можно снять сначала вот эту шайбочку. Аккуратненько. Шайба очень тонкая. вот она. Далее извлекаем вот эти два две втулки на которых крутятся шестерни. Это желательно сделать магнитиком которого у меня нет. Поэтому сделаем отверткой. Извлекли один и второй. теперь можно извлечь шестерни. видите, шестерня находится в смазке и лишний сюда лить не нужно. ничего хорошего она не сделает. Далее чтобы разобрать молот нужно съемником его сжать вот так для того чтобы извлечь вот здесь есть два шарика. берем съемник так немного надо губки большие у съемника перекрывают всю видимость откуда должен выйти шарик сейчас мы чуть-чуть необходимо немножко повернуть внутреннюю часть в какую-нибудь сторону вот так вот так Теперь мы можем извлечь вот один шарик и второй. Когда извлекли шарики аккуратно раскручиваем и желательно нам перевернуть это дело вот так, потому что внутри там еще очень много шариков, 24 штуки очень маленьких, поэтому делать нужно аккуратно, чтобы их не потерять. Все, съемник откладываем и вскрываем. Поднимаем вот эту часть, вот так она выглядит. Пружина с шайбой вытащилась. Шайба, которая как раз придерживает шарики. И внутри как мы видим 24 шарика. Хотя сюда влезет 25, но необходимо именно 24, чтобы расстояние в один шарик было свободно. Вот они 24 шарика. Ну и таким образом выглядит сам молот. Шуруповерт разобран и теперь поговорим о некоторых отдельно взятых запчастях по конкретнее, потому что по ним были некоторые изменения. Так, подробнее по выключателю еще. У него на корпусе отдельно можно купить фильтр помех, вот этот черненький, к нему есть артикул. И также указана какая-то розетка, что это я так и не понял. Розетка, есть артикул, но нигде нет картинок, даже фотографии в интернете. Теперь по внутреннему корпусу редуктора. У него есть два артикула. В нашу страну пока у нас в прайсе есть только старая версия. Связано изменение с тем, что внутри поменяли в конце декабря 2022 года. Написано в связи с изменением подшипника. То есть какой-то другой фирмы поставили подшипник на новом корпусе. А сам пластик тот же самый. Далее магнитная обойма. Тоже есть два артикула, старый и новый. Изменения связаны с тем, что, как я понял, старая версия. У нас для России пока что остается старая версия. В связи с изменением поставщика они перешли на собственное производство, как указано в документе. До этого, получается, они заказывали эту обойму у какой-то сторонней организации. Опять же, если я правильно расшифровал этот документ. Подробнее о щеткодержателе. Помимо того, что он поставляется вместе с этими щетками сразу в комплекте. Также можно отдельно заказать вот эти пружинки. Пружинки разные. Есть левая и правая. На них идут разные артикулы. Вы видите на экране на левую и на правую. И последнее из аксессуаров, помимо крюка и винта, к этому шуруповерту подойдет чемодан. Пластиковый кейс вот с таким артикулом. Он указан в официальной схеме. Теперь собираем все обратно. Начнем с электрической части. Соединим выключатель с клеммной колодкой. Сначала соединим желтый провод. Теперь красный плюс. Главное не попутать. Здесь все подписано. Черный минус. Теперь подключаем щетка-держатель. Красный кабель у нас это плюс. Он подключается к М1. КМ2 подключается минус. Минус у нас на черном кабеле. Теперь берем ротор и магнитную обойму. Магнитная обойма должна стоять одной стороной. Здесь есть вот такой пазик. Эта сторона должна находиться возле редуктора. Потому что если мы возьмем корпус. Здесь вот такой есть паз. Как раз она встанет туда и не будет крутиться. Поэтому вот таким образом вставляем ротор аккуратно. и по идее щетки нам нужно будет сразу заранее одеть. Поэтому вставляем щетку и закрепляем на щетка-держатели. Вот она защелкнулась. Здесь есть, если присмотреться, видите вот такие отверстия. Они сделаны специально вот под вот эти части. Поэтому вставляем вторую щетку и также фиксируем. Зафиксировали и вставляем ротор. И вот в этом положении можно сейчас пружинки снять. Но можно и не сразу. Теперь здесь кстати вот на заводе сразу помечают вот этим маркером. Это означает вверх. То есть вот видите паз снизу. Это сделано для удобства сборки. Чтобы человек не отвлекался, видит паз и сразу собирает. Теперь вставляем нижнюю часть редуктора крышку. Надели ее на подшипник. И все это вместе укладываем в корпус. Сначала желательно уложить светодиод. Аккуратненько его. Никакими металлическими предметами или отвертками прижимать не нужно. Желательно иметь специальную пластиковую штуку. Вот такая продается для вскрытия айфонов, телефонов. Ей можно аккуратненько, не пережимая ничего. Так что мы его вставили. Повернули, чтобы нам было видно, что это вверх. Выставляем щеткодержатель. Ну да, тут желательно конечно щетки сразу вот в этом положении. И зафиксировать пружины. Потому что потом мы туда можем не подлезть. Вот так зафиксировали. И пытаемся все это дело совместить, чтобы оно прям село на свои места. Потому что под щеткодержатель здесь тоже есть свой паз. Вот здесь. Вот. Вроде бы все замечательно установилось. Когда оно установится, оно не будет никак не шевелиться. Все четко будет сидеть. Теперь берем переключатель реверса. И когда мы будем устанавливать выключатель, его сразу сюда нужно вставить. Вот таким образом. Вот видите, он переключает. Далее вставляем клеммную колодку. И параллельно сразу предохранитель вот сюда опускаем. И осталось у нас только вот клеммничек, вот этот наконечник опрессовочный. Его мы укладываем вот сюда и тоже поджимаем кабель. Все, у нас все четенько уложено. Можно закрывать крышку сверху. Если у нас все правильно мы сделали, все должно защелкнуться и ничто нигде не должно мешать. Закрыли и закручиваем. У меня нет динамометрической отвертки, но в инструкции четко прописано, с какой силой должны быть затянуты винты. Корпус электрики собран. Можно сейчас даже это проверить. Все работает. Теперь собираем корпус редуктора. Давайте сначала соберем молот. Берем наш молот и вставляем сюда 24 маленьких шарика. Прямо вот так засыпаем их туда. Аккуратно. Желательно это делать как я над какой-нибудь емкостью, чтобы не потерять ничего. Прямо вот так пачка их туда загоняем. Не важно, что они там неровно легли, они потом сами распределятся. Все, все шарики внутри. Теперь берем шайбу, которая там стояла. Вот она. Опускаем шайбу и пружиной можно вот так придавить и покрутить туда-сюда и все. Они распределились и стали на место. Видите, осталось вон сверху одно свободное место. Так и должно быть. Сюда влезет 25 шариков, но должно стоять 24. Ставим на место, потом берем вот эту часть редуктора нижнюю и опять же сжимаем это все съемником. Аккуратно все это делаем, чтобы оно не разобралось у нас на весу и не посыпалось. Теперь наша задача вставить сюда шарики. А для того, чтобы это сделать, опять нужно редуктор весь сжать пружину. И берем теперь шарики, которые побольше. Вот один в эту сторону, второй вот сюда. Вставили и расслабляем съемник. Все, редуктор, точнее молот. Одна часть его готова. Теперь переворачиваем, вставляем шестерни и вот эти шпильки. Одна. И вторая. И фиксируем сверху это все вот этой шайбой. Эта часть готова. Теперь по поводу смазки. Смазка должна быть FA номер два. Вот схема, куда необходимо, какие части нужно промазывать. То есть в корпусе обязательно вот эти резиночки все. Не будет лишним смазать эту шайбу. Вставляем шайбу. Вот так. Шпиндель можно промазать и обязательно вот внутрь шпинделя можно заложить смазки. И здесь это нужно для того, потому как он будет вот здесь вот эту часть тоже насмазать. Потому что вот здесь он прется. Плюс вот эти места, где происходит удар. И можно все это вставлять. И теперь возьмем наш корпус электрики и поставим на место шестерню. И теперь все вместе можно смело собирать. Сначала установить молот лучше. Да, вот так. Вот он стал ровненько. И можно надевать корпус редуктора. Да, все, корпус редуктора четко стал. И можно его закручивать. Все, закрутили. И собираем патрон. Для этого у нас остались еще два шарика. Вставляем их в эти отверстия на шпинделе. Тоже делаем все аккуратно, чтобы они не выпали и никуда не улетели. Вставляем патрон. Теперь пружинка. Шайбочка. И стопорная пружина. И аккуратно это все фиксируем. Тоже делаем аккуратно. Все это может улететь. Все. Зафиксировали. Можно проверить какой-нибудь битой. Сели. Село. Все нормально. Берем аккумулятор. Проверяем. Попробуем что-нибудь закрутить. Сейчас выкручу. Закручу. Все работает. Ну а на этом мое видео заканчивается. Кому понравилось. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. На мой телеграм канал. Яндекс Дзен. Вконтакте. Там вы найдете много ссылок. Где можно приобрести запчасти. Также у меня на Яндекс Маркете появились площадки. Заходите. Приобретайте. Пользуйтесь. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok